На канале АТВ Актуальная тема. С вами Алексей Кузнецов. Здравствуйте. В Бурятии проходит неделя финансовой грамотности. Как показывает российская практика, лишь около 40% жителей страны знают и разбираются в экономических терминах. Как обстоят дела в Бурятии, узнаем у нашей сегодняшней гости. В студии Галина Аболова, начальника отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора по Бурятии. Галина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как обстоят дела у нас действительно в Бурятии, как финансовую грамотность оцениваете? По республике Бурятии, конечно, мы уже на протяжении нескольких лет говорим о том, что наша республика очень закредитована, наше население берут в банках кредиты и нет возможности у граждан расплатиться с кредитами. Но вот вы, сразу вас перебью, вы считаете это от финансовой неграмотности или от того, что у людей просто нет денег? То это взаимосвязанные процессы? Ну, с какой-то стороны, конечно, они взаимосвязаны, но с другой стороны, эти кредиты были уже получены в 2000, в 2011 году, в 2012 году, когда люди стали брать, можно сказать, повально кредиты для того, чтобы каким-то образом поправить свое положение. И как сейчас? Может быть, больше людей стали разбираться в этом? Может быть, как-то реструктурируют свои кредиты? Конечно, государство пошло навстречу. Есть реструктуризация кредитных договоров. И понемногу оплачиваются кредиты. На сегодняшний день, допустим, я хочу сказать по управлению Роспотребнадзора, если в 2011 году у нас обращение поступало от общего числа обращений, и, допустим, в 2011 году было более 20%, то в 2017 году уже обращения по финансовым услугам конкретно составляли менее 5%. То есть динамика, тем не менее, положительная. Положительная, я хочу сказать. Скажите, а кто у нас самое слабое звено в этом деле? Так скажем, самая незащищенная категория в Бурятии? Самая незащищенная категория потребителей, я считаю, конечно, это люди пожилого возраста, которым не хватает своей пенсии, которые вынуждены на какие-то свои нужды брать кредиты. Ну а часто ли действительно происходят финансовые махинации? Или это все-таки не нарушение закона, а, может быть, невнимательность населения? Чаще всего что является причиной жалоб? Чаще всего причина жалоб, конечно, состоит в том, что при получении кредитного кредита, при подписании кредитного договора наши граждане не вполне могут, в неполном объеме могут ознакомиться с кредитом. Ты получаешь деньги, да, берешь деньги и уходишь. А в то же время, подписывая кредит, нужно при получении кредита, нужно в первую очередь, конечно, очень внимательно, в полном объеме ознакомиться с кредитным договором, то есть с теми бумагами, с теми документами, которые предъявляют в этом плане банк. И для того, чтобы, конечно, быть грамотным и в дальнейшем все свои, допустим, обязательства оплачивать вовремя, нужно про них знать, конечно. Ну, конечно, не знание закона не освобождает от ответственности. Да. И для того, чтобы потом вовремя оплачивать свои кредитные обязанности, также гражданин должен знать, в какое время, и есть ли у него возможность в том или ином случае оплатить этот долг и в полном объеме погасить кредит. Когда получаем кредиты, конечно, мы идем в банк для того, чтобы получить деньги в первую очередь. А потом для человека уже второстепенным кажется ознакомиться с бумагами, подписать бумаги. Деньги получил, мы пошли тратить эти деньги. А чтобы полностью рассчитаться с кредитом, мы должны взвесить все свои... Ой. За и против. Да, да, да. Вы знаете, мы опрашивали людей на улицах, и такое ощущение, что люди не знают даже... Ну, многие, так скажем, не буду всех, маза черной краской. Многие не знают даже простейшие экономические термины. Такое ощущение, что даже прочитав этот договор, они все равно не разберутся. Как вы считаете, кто должен помогать все-таки таким людям? Может быть, при получении кредита, при других финансовых услугах? Может, куда-то обращаться им надо? Конечно, они могут обратиться при получении кредита. И в первую очередь они не обязаны сейчас, вот при заключении кредита, на месте подписывать этот договор. Они могут его, типовой, допустим, договор, они могут принести его домой, полностью изучить, посоветоваться с родными, с близкими, и, может быть, обратиться в какие-то учреждения для того, чтобы правильно сформулировать все свои требования и то, что они хотят получить. Но все-таки нередки и случаи мошенничества, правильно? Можете привести такие примеры? Ну, со стороны именно уже финансовых организаций, либо каких-то мошенников? Мошенничество – это не наши полномочия, я их даже комментировать не могу. Это уже полиция, да? Но все-таки к вам обращаются, может быть, с такими случаями, когда, например, говорят, что нужно было сначала вернуть одну сумму, потом другую, выбивают долги и прочее. Сейчас уже в последние 2-3 года таких обращений нет. Да, раньше в 2010-2011 году были такие обращения. То есть постепенно все-таки финансовая грамотность растет. Наступает, да, растет. Скажите, вот в рамках недели финансовой грамотности какие лично вы мероприятия проводите, ваша служба? Да, я хочу сказать, что с 9 апреля по 22 апреля в Российской Федерации полностью, значит, на всей территории открыта Всероссийская четвертая неделя финансовой грамотности. В рамках данного мероприятия нашим управлением проводится Всероссийская горячая линия. Мы проводим мероприятия в школах, в учебных заведениях, в различных учреждениях. Проводим мероприятия по повышению финансовой грамотности населения. Но все-таки не все могут, наверное, прийти на эти мероприятия. Вот что нужно, может быть, в рамках этой недели? Куда обращаться жителям, которых, может быть, что-то волнует по как раз финансовым вопросам? Если у жителей нашей республики возникли какие-то вопросы по финансовым услугам, они могут обратиться в управление Роспотребнадзора на горячую линию. Наша горячая линия работает с 10 часов до 5 часов вечера, ежедневно, в рабочее время. Телефон 8 800 350 64 56. Наши специалисты могут ответить на любой вопрос. Спасибо большое. Я думаю, мы продублируем обязательно этот телефон на экране. Еще такой момент. Я думаю, что не всем же обязательно получать экономическое образование, верно? При этом людям уже в наших реалиях нужно знать различные тонкости. Все-таки, как вы считаете, как людям нужно поступать? Либо это самообучение, либо это постоянная консультация. Куда все-таки обращаться? Понятно, что Роспотребнадзор не может ответить на все вопросы. Куда может обратиться человек, чтобы получить общедоступные консультации? Не платные. Да, мы даем бесплатные консультации. Да, мы даем бесплатные консультации. Могут, конечно, обратиться и в интернете по вопросу, каким образом им поступить и что, допустим, по терминам, чтобы знать определение того или иного наименования, определение по финансам конкретно. Могут обратиться в интернет. Конечно, у нас пожилые люди, социально уязвимые, слои населения, они не могут пользоваться данными средствами. Поэтому мы говорим, чтобы они обращались в Роспотребнадзор все-таки для консультации. А что можно посоветовать тем, кто уже попал в эту долговую яму? Все-таки, например, понятно, что вы не можете решить все их проблемы, но все-таки, каков этот лайфхак? Как быть людям, которые в долгах? В первую очередь, потребитель, осознав, что он не может оплатить кредит или он попал конкретно в долговую яму, он должен обратиться в банк. В ту кредитную организацию, где он получил данные средства для того, чтобы решить свой вопрос. И желательно обратиться с письменным заявлением для того, чтобы его заявление было принято, зарегистрировано и в дальнейшем отработано. Но вот входит такая информация, я бы назвал эту информацию слухом, что некоторым категориям гражданам не обязательно платить долги, не обязательно платить кредиты, если у них бедственное положение. То есть, якобы, вот есть закон, да действительно есть закон о банкротстве физических лиц. Вот как вы можете прокомментировать, реально ли можно некоторым категориям не платить, не выплачивать свои кредиты? Ну, я бы не сказала, что не надо выплачивать свои обязательства, его выполнять. Если человек шел на подписание такого договора, то он должен быть, конечно, я уже говорила о том, да, что взвесить все свои риски, во-первых, и уже потом обращаться. Ну, здесь уже, я думаю, это сознание самого человека, который считает, если он считает, что сегодня он не мог обратить, может и не платить, то мы живем в правовом государстве, и потребитель должен нести ответственность за свои деяния. То есть, все-таки первый шаг это не прятаться и идти разбираться с тем же банком? Да, конечно. Потому что не заплатив сегодня, завтра уже у человека будут другие проценты, другие долги и другая сумма, более высокая. А вот буквально, я так понимаю, до 22 апреля будет проходить неделя. Куда бы вы посоветовали все-таки сходить? На какие, может быть, мероприятия? Я слышал, что есть ярмарки, вот в сельхозакадемии еще что-то проводится. Что будет проводиться? Мы, конечно, в частном порядке работаем с предприятиями, с организациями, да, выходим к ним уже по их, допустим, заявлениям, мы с общеобразовательными учреждениями нашей республики работаем, в районах наши специалисты работают, также по неделе финансовой грамотности. Да, мы вчера присутствовали, проводили ярмарку финансовых услуг в Брятской Академии, в сельскохозяйственной академии. Там ребята-волонтеры, они очень молодцы на протяжении... А чем они занимаются? Конечно, конкретно занимаются повышением финансовой грамотности. И у них приоритет на население наших районов. То есть они выезжают, проводят лекции? Да, лекции, встречаются. Подытожив наш разговор, я бы хотел услышать у вас несколько, может быть, правил для нашего населения. Самые-самые основные азы. Все-таки, что нужно знать нашему населению касательно финансов, чтобы не попасть ни в долги, ни в все эти финансовые ямы? Что нужно знать конкретно? Человек должен, вот я уже говорила, при подписании любого договора, не только кредитного договора, прежде всего внимательно прочитать, изучить, а потом уже подписываться на все их условия, если потребитель устраивает их условия. Ну и, наверное, самообучение, да? Чтобы знать свои права. И какие-то, если возникают вопросы, можно, я еще раз говорю, что можно обратиться к нам в отдел защиты прав потребителей. Наши специалисты проконсультируют и направят в нужное русло, можно так сказать. Хорошо, спасибо, Галина Николаевна, за ваши ответы и за ваше время. Я напоминаю, что мы сегодня говорили о рисках финансовой неграмотности населения. Это была программа «Актуальная тема». Всего доброго.